Теперь посмотрите, мы поставили новый профиль, но наши данные не стали корректными. То есть здесь как были нули, так и остались, а тут как был забор, так и остался. Почему? Потому что Civil узнал, что профилем 2 является у нас вот этот проектный профиль. У него до сих пор стоит, что профиль 1 земля и профиль 2 тоже земля. Поэтому нажимаем на вид профиля, вот видите, выделяется все кроме самой линии, сама линия это профиль. Правой кнопкой свойства вида профиля, ну либо прямо здесь можно на линии найти и появляется набор вкладок, главная из которой это области данных. вот здесь мы можем увидеть, что у нас настроено в подпрофильной таблице и указать, что является профилем 1 и профиль 2. Это области данных, самая главная вкладка здесь. И смотрите, вот у нас список строчек, вот у нас профиль 1 и профиль 2. Как я уже говорил, профилем 2 у нас для того, чтобы все корректные данные были, должен стать наш проектный профиль. Это я потихоньку беру и меняю, но дохожу вот до сюда, до этого значения и здесь профиль 2 заморожен. Могу поменять только профиль 1. Если я передвинусь в самое лево, то увижу, что эта строчка уклон-длина. Уклон-длина у нас может измеряться только для проектного профиля и поэтому здесь нет возможности, то есть только один профиль здесь можно выставлять, профиль 2 здесь заморожен. А так как уклон-длина нам нужно по проектному профилю, то здесь значение по профилю 1 выставляем в проектный профиль. Вот и так у нас получается, здесь мы полностью выставляем проектный профиль, здесь тоже и тут все меняем на проектный профиль. Вот все поменяли и здесь поменяли. Нажимаем ОК, смотрим уклон-длина у нас поменялась, есть у нас все показанные значения необходимые, у нас поменялись значения существующей земли и проектной, но не поменялось значения, которые у нас тут, рабочие отметки. Как видите, то до сих пор нули. Почему? Потому что у нас здесь вот в области данных есть низ профиля, а есть верх профиля. Берем и указываем, что профиль 2 у нас является проектный профиль. Нажимаем ОК и наконец-таки получаем здесь нормальные значения, так как нам надо. дальше. Немножко перейдем к оформлению самого профиля, то есть самой вот этой линии. Ее удобно редактировать путем перетаскивания ручек до нужных значений, не только в табличном виде. Но если вы будете перетаскивать, то вот я сейчас поменял и что мне нужно будет сюда спуститься, увидеть какие здесь значения входящего и исходящего уклона, проверить и так далее. Это немножко неудобно. Было бы удобнее, если бы у нас все эти значения подписывались. Как можем это сделать? Наш профиль имеет свои собственные наборы подписывания. То есть я сейчас выделяю профиль правой кнопкой и редактировать метки. То есть у него есть свои меточки. Вот они. И сейчас вот здесь смотрите, для отрезков и выпуклых вогнутых кривых стоит один и тот же набор ординат. То есть вот эти вот синенькие у нас линии, но нам этого не надо, вернее не синенькие, а черненькие вот эти вот линии. Ну есть, да, отлично. А мне бы хотелось, чтобы были подписи, которые показывают значение уклонов и радиусов при желании. Смотрим. Значение уклонов это у нас подписывание прямых линий. вот этих вот. То есть это отрезки. Выбираем раздел отрезки. Выбираем значение уклонов в милях. Добавить. Ок. Посмотрите, получились у нас вот значения. И теперь при изменении наших вершин мы увидим, что мод поменялось. Можно сделать подписывание радиусов. Опять же, выбираем выпуклые кривые, радиус. Вогнутые кривые. Радиус. Добавить. Ок. И вот Цивил подписал радиусы, вот как нам захотелось. Ну здесь так вот захотелось. Вот тем самым мы можем настраивать меточки нашего видео до конца нового. Продолжение следует...